Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из беседы 6 на 2 послание к Тимофею. Святой Иоанн Златоуст. Как воробей, хотя бы он не всем телом попал в сеть, но только одной частью, например, ногою, находится во власти поставившего сеть, так и мы находимся во власти дьявола, хотя бы уловлены были им не всецело и по вере, и по жизни, но только по жизни. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И еще. Отойдите от меня, проклятые в огонь вечный, отойдите от меня, делающие беззаконие. Видите ли, что и вера не доставляет нам никакой пользы, если нас не знает Владыка. И Девам тоже сказал, не знаю вас. Какая же им польза от девства и многих подвигов, если их не знает Владыка. И во многих местах мы находим, что люди, нисколько не осуждаемые за веру, наказываются только за порочную жизнь. И напротив, иногда люди, нисколько не осуждаемые за жизнь, погибают за неправое учение, ибо то и другое держатся взаимно. Видишь ли, что мы находимся в сети дьявольской, когда не исполняем воли Божьей. И не только за всю жизнь, но и за один порог люди часто ввергаются в гиену, если у них нет других равносильных добрых дел. Так и Девы были осуждены не за блуд, или прелюбодеяние, или зависть, или вражду, или пьянство, или неправоверие, но за недостаток Елея, то есть за то, что не творили милостыни, ибо это значит Елей. И те осужденные, которым сказано, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его», также были обвиняемы ни в чем-нибудь подобном, но в том, что не напитали Христа. Видишь ли, что и один недостаток милосердия может вергнуть в огонь гиенский. К чему, скажи мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те Девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься? Но что в этом? Без милостыни и молитва бесплодна. Без нее все нечисто, все бесполезно. Без нее теряется большая часть добродетели. Нелюбящий брата своего, говорит апостол, не познал Бога. Как же ты любишь Его, если не хочешь поделиться с Ним чем-нибудь из этих малых и ничтожных благ? Ты соблюдаешь, скажи мне, целомудрие. Почему? Потому что боишься мучений? Нет, потому что таков ты от природы. Если бы ты соблюдал целомудрие по страху мучений, преодолевая такое побуждение и такое насилие, то ты гораздо более мог бы творить милостыню. Ибо невравно обуздывать страсть к богатству или к телесным удовольствиям. Последнее гораздо труднее. Почему? Потому что последнее удовольствие естественное, посеянное и насажденное в нашем теле, а страсть к богатству не такова. Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться богу. А когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал также, если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но все это не относится к богу. И бог не делает ничего такого. Но что? Итак, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Это дело божие. Если же ты не имеешь этого, то что же и имеешь? 866. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Велики эти дела и достойны его премудрости. Но ничем он так не расположил в себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием. И то есть дело его премудрости, силы и благости, но гораздо более то, что он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся ему? Не поэтому ли более благоговеем пред ним? И Бога ничто столько не располагает к нам, как милосердие. Аминь. Аминь.